здравствуйте все кто смотрит это видео меня зовут алиса сегодня снимаю ролик давно обещала о покупках косметики шанель будет немного декоративный уход за лицом и телом и два около парфюмерных продукта флаконов с ароматами сегодня не будет потому что видео о пополнении моей парфюмерной коллекции шанель я уже не так давно сняла и по этой ссылке вы можете потом пройти посмотреть если еще не видели не все из того что я вам сегодня покажу я буду хвалить ну ладно давайте начинать скорее что-то вот эта вот штука как-то она странно смотрится чтобы не было вопросов это тут у меня все прилично это такая вот эйфелева башня давайте начнем с ухода за лицом не так давно мне в подарок покупки положили пробник крема для век из обновленной линейки люлифт крем зье обычный пробник в тюбике я в него влюбилась практически после второго третьего применения потому что на тот момент я была в поиске нового средства ибо главным критерием для выбора была его гипоаллергенность если вы помните я жаловалась пару месяцев назад у меня были серьезные проблемы с аллергии сыпь крапивница и любое средство которое я наносила на свою сухую кожу изможденную мне жгло как огнем провоцируя очередной приступ этой самой крапивнице и вот это был единственный крем который мою кожу успокоил поэтому не дожидаясь пока пробник закончится я купила себе банку и уже ее прикончила и купила вторую теперь это мой идеальный крем для кожи под глазами чем же он так хорош но во первых он гипоаллергенен по составу содержит он некий волшебный экстракт альф альфа ботанический что это такое это второе название люцерны кормовое растение обладающие миллионом полезных свойств и издавна использующиеся в медицине как противовоспалительное содержащие незаменимые аминокислоты мочегона и так далее соответственно наружно если использовать из экстракт из него то то же самое будет противовоспалительное успокаивающее и заживляющее действие вот поэтому крему я ставлю 5 с плюсом так вот он выглядит отдушки никакой он без запаха он впитывается моментально он не липкий нет но вы чувствуете что кожа увлажнена и упитана любой консилер ничего на нем не скатывается всячески рекомендую внизу под видео я оставлю все названия и все ссылки на интернет-магазин шанель американский где я все это покупала великолепный крем буду покупать еще и еще пока он будет работать естественно я не у не утерпела и я захотела то же самое для лица и заказала я себе и крем для лица из этой же линейки люлифт крем для ленивые дамы которые лень ухаживать за собой наносить всевозможные сыворотки на себя лосьоны тоники он универсальный он содержит тот же самый экстракт альфа-альфа люцерны он точно также впитывается он питает он увлажняет заживляет какие-то мелкие там высыпания ускоряет заживление ну за счет вот этого экстракта люцерны и я его использую и утром и вечером он универсальный я уже говорила что летом я не использую никакие агрессивные средства не кислоты не ретинол я даю кожи отдохнуть но и с учетом того что меня одолели аллергии вот этот крем не тоже помог здесь уже есть отдушка кстати отдушка легкая цветочная но такая стандартная отдушка более менее стандартная для уходовых средств шанель она правда отличается от линейки к линейке но она совершенно не навязчивая и приятная расходуется экономно довольно довольно еще один продукт из этой серии у меня сегодня появился я начала распаковывать подарочки в честь особого дня сыворотка укрепляющая от морщин с тем же самым экстрактом то же самое оформление правда здесь уже флакончик пластиковый а вот эти оба крема они в таком в дорогом красивом стекле я использовала эту сыворотку пока всего один раз сегодня поэтому не о каких ее особых подтягивающих омолаживающих свойствах сказать не могу она такая прозрачная она такая прямо вот слизь 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 и она довольно липкая но после того как вы поверх нее нанесете крем вся эта липкость уходит и уже лицо готово к макияжу можно даже базу не наносить увлажняющую если у вас сухая кожа дальше у нас идет уход за телом у меня закончилась молочко для тела шанель шанс долго долго она у меня была и закончилась эмульсия в спрей шанель шанс о фрэш и я им на замену а также в дополнение к своему новому флакону шанель шанс о фрэш купила увлажняющий лосьон для тела с тем же самым названием с тем же самым запахом ну об уходовых средствах шанель я тоже всегда отзывалась очень положительно это легкое средство которое пахнет точно так же как парфюм ну не совсем один в один запах скорее зелено-чайно-мятный и очень освежающий это молочко для сухой кожи идеально она жидкая но она не растекается как вы видите она впитывается и конечно вы благоухаете свежестью и чистотой пару часов точно вот в жару она была мне незаменимым просто моим спутником очень приятный легкий запах ну и сейчас тоже я им активно пользуюсь хотя уже у нас прохладно и еще один продукт по уходу за телом это мыло мыло allure с ароматом одноименного парфюма вы скажете какое баловство пользоваться мылом за 26 долларов вот еще я бы тоже так сказала год назад когда у меня появилась первое мыло шанель но не это шанель номер пять я подумала ну что зачем тратить столько денег но сейчас я поменяла свое мнение полностью спустя время это не баловство это недорогая покупка это очень выгодная покупка и сейчас я объясню почему во-первых запах аромат настолько сильный что он пропитывает не только коробку но и воздух вокруг будучи в запакованном состоянии вот здесь сверху пленка я эту пленку сниму и первый месяц мыло будет выполнять роль ароматизаторы моего постельного белья в комоде она будет пропитывать не только белье но и стенки комода а потом когда вы начнете пользоваться этим мылом вы поймете что на самом деле вы экономите она настолько медленно расходуется это большой кусок 150 граммов пену он дает мельчайшую тончайшую шелковую кожу это мыло не сушит кожу она пропитывает чудесным парфюмерным запахом самое интересное что само мыло мылом как таковым не пахнет она пахнет ароматом алюр цветами цитрусами одно немаловажное свойство он очень эстетичен в использовании то есть он не раскисает вот этот продукт он не размыливается он не пачкает мыльницу и все вокруг и вот сейчас вот обмылочек шанели номер пять у меня лежит он идеальной формы вот он он нигде 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 даже не раскис не прокис короче говоря этот кружочек я буду использовать наверное до весны точно потому что мыло шанель номер пять я положила себе в душ когда карантин начался в марте а сейчас конец сентября хватает его на полгода вот этого куска а теперь прикиньте сколько кусков обычного мыла вы используете за это время и какое будет удовольствие от этого использования но мы же женщины так что вот это вот вот супер покупка переходим к декоративной косметики повторила я свой фаворит фаворитович из тональных средств для жизни не для видео а именно на каждый день это ультра люто завод это крем который на лице не заметен даже вблизи он настолько превращается в мою вторую кожу что я уже знаете не ищу ничего больше в люксе то есть были какие-то варианты более-менее подходящие вот сейчас у меня одна неплохая новинка от марка джейкобса но равных ему нет потому что он перекрывает этот крем он достаточно жидкий и при этом достаточно густой чтобы не быть липким и не закатываться морщины в нем довольно много силиконов возможно за счет этого он и ложится вот так вот прям вот ровно идеально но поры не забивает держится целый день синяки черные там тени под глазами и какие-то такие ужасные проблемы он конечно не перекроет у него среднее покрытие но он выравнивает идеально он незаметен он еще и spf 15 у него в общем на каждый день это мой идеальный крем от шанель и вообще во всем люксе я считаю ему равных нет у меня был оттенок 50 потом я купила 40 когда загар сошел и вот сейчас повторила еще раз 50 уже третий флакон это немыслимо вы со мной такое первый раз еще один фаворит мой я повторила карандаш для подведения слизистой оболочки глаза снизу он оттенок у него клей светлый он не белый и в этом его главное достоинство недосып компьютер и общение с девайсами с планшетами с телефонами все это глазам на пользу не идет и вот это вот штука бы слизистая оболочка она у меня всегда выглядит довольно воспаленный то есть она мне реально красная вот почему мне не нравятся белые карандаши потому что они поскольку белые они визуально подчеркивают желтизного белка глаза и глаз выглядит еще хуже во всяком случае когда я смотрю вот блогеров у которых вот таким ярким белым карандашом подведена слизистая но мне кажется это не очень красиво смотрится а вот этот вот он сливается практически с кожей и он убирает вот эту красноту что еще в плюс этому карандашу он не скатывается он гипоаллергенен он ничем не пахнет несколько часов он держится потом его можно немножко подновить но главное что вот он не скатывается вот в эти вот комки и если вы плачете то он никуда не убегает вот никто не обязательно вы плачете от горя может быть просто ветер паду еще одна очень хорошая покупка а и жалко я выбросила коробку это консилер я название напишу к сожалению я не могу его прочитать потому что здесь она как так написано очень мелкая консилер это из новинок у них и я еще один раз буду восторгаться для возрастной кожи это один из лучших консилеров у него покрытие практически стопроцентное но процентов 90 он настолько мягок шелковист как вторая кожа он более увлажняющее действие оказывает конечно чем вот этот тональник но для кожи под глазами иначе нельзя он мои жуткие синяки перекрывает но практически полностью и при этом он незаметен в морщинах то есть когда говорят что консилер не закатывается в морщины это на самом деле лукавство любой консилер закатывается просто нужно выбирать правильный оттенок вот у этого консилера богатая палитра оттенков поэтому если вы подберете оттенок вот как раз под цвет вашей кожи и кожи вокруг он будет просто незаметен да он чуть-чуть скатается там но вы буквально вот так вот промокнули у вас не будет ни полос ничего и вы как будто бы молодые прекрасные нет у вас никаких не морщин и синяков вот консилер великолепный из летней коллекции одна такая покупка но достаточно спонтанная просто это было во время карантина было настроение гадкое хотелось чего-то летнего веселого я купила лак для ногтей из летней коллекции номер 745 круиз круизная коллекции у них такого вот интересного цвета нетипичного для шанель почти неоновый оранжевый на самом деле он не неоновый он такой молочно апельсиновый то есть вот конечно колористы у шанель не зря получают свою зарплату я уже об этом говорила оттенок вот ну вот она очень рискованный да вот еще немножко и это уже морковь еще немножко это уже такой дешевый оттенок неоновый вот здесь все выдержано очень мне поднял настроение этот лак я кстати видео записывала в нем о молекулах пятерках и там на фоне там бирюзовой кофты и бирюзовой коробки он смотрелся очень весело ложка дегтя покупка которой я не очень довольна скорее не довольна это новая тушь и не метабель экстрен тушь объем обещает длину подкручивание и разделение естественно у меня оттенок 10 ноах пир пир black чистый черный тушь продается согласно указанию на официальном сайте шанель только в интернете то есть в обычный магазин она не поступает и это принципиально новая формула тушь смывается теплой водой без мыла то есть она такими вот трубочками сходит и не нужно наносить никакие мицеллярные воды изначально она произвела на меня очень благоприятное впечатление моя любимая кисточка тоненькая силиконовая с мелким ворсом накладывается прекрасно ресницы разделяет объема не дает но удлиняет хорошо и по виду она такая вот шелковая глянцевая что-то она мне напомнила подумала я ну не стала концентрироваться вот но когда она высохла и я решил нанести второй слой и тут я поняла что она мне напоминает а напоминает она мне широко известную тушь от vivienne sabo cabarei который у меня тоже есть и который стоит здесь в штатах ровно в три раза дешевле в россии она пом стоит в пять раз дешевле здесь она порядка 12 долларов у нас на амазоне вот в чем минус ее большой если у вас от природы реснички длинные загнуты то вот в один слой она прекрасно нанесется и вы будете ходить и хлопать этими ресницами она не будет отпечатываться но если у вас реснички не очень длинные и не очень загнуты и вы попытаетесь нанести второй слой то она у вас катается и начнет осыпаться то же самое происходит с тушью vivienne sabo поэтому для видео я их использовать не могу для жизни да но мне все-таки хочется иметь тушь универсальную чтобы можно было и один слой нанести пойти в люди куда-нибудь либо 23 слоя для того чтобы снимать видео как вот это вот все-таки моя любимая тушь от шанель леволю все-таки она она одна из лучших в общем смысла я не вижу платить за нее 30 с лишним долларов лучше купить vivienne sabo и получить такой же точно результат две помады одно я купила уже пару месяцев назад а вторую совсем недавно это рушку ку флэш помада бальзам первый оттенок у меня 91 боем я увидела ее прямо на модели в рекламном ролике и влюбилась мне тоже надо я тоже такое хочу вот она такая яркая кораллово-красная это это не помада даже это просто хорошо пигментированный довольно плотный ухаживающий бальзам и этим она мне очень нравится вот для жизни опять же у меня для жизни одно для видео немножко другое мне не нужно чтобы она сидела там на мне там целый день вот не скатывалась в уголки это помада уходовая она глянцевая она питает увлажняет губы она сама себя красит очень легко наносится долго не держится она съедается моментально она везде отпечатывается у нее задача не стоит вот так вот нарисовать вам губы чтобы вы потом всю ночь гуляли с этой помадой на губах это хорошая уходовая помада типа бальзам достаточно пигментированная мне у меня нареканий к ней нет хорошая а вот второй оттенок это уже коллекция осень зима 2020 это оттенок 132 flash и я честно говоря когда ее купила тоже подумала что но это будет бальзам вообще без цвета она вот такого оттенка кораллового персикового но вы знаете я была приятно удивлена для такого светлого оттенка достаточно плотно ложится вот сегодня я в ней да она правда поверх кораллового карандаша но я удивилась и в ней мельчайший шиммер мельчайший который на губах вообще никак не ощущается довольна покупкой очень-очень понравилась мне эта помада вот на каждый день в качестве заменителя для обычных пастельных цветов бежевых которые не очень люблю вот персиковые оттенки это моя слабость последняя на сегодня покупка тоже из коллекции осень зима 2019-20 это четверка теней у меня палитра номер триста шестьдесят четыре команды и сидюкси откровенность и обольщение очень рискованный подбор оттенков вот такой вот прямо прямо огненная осень 4 оттенка 3 красновато-бургундско-рыжих и один контрастный белый светлый три оттенка матовых и вот этот светлый он перламутровый но что хочу сказать обычно вот эти вот все перламутровые оттенки их не рекомендуют ни в коем случае наносить на возрастные веки во-первых это не модно не актуально а потом они подчеркивают все морщины вот этот оттенок я восхищена им он полупрозрачный он действует как такой на на хайлайтер вот сегодня я сделала макияж этой палитрой все по схеме там схема с двумя образцами макияжа дневного и вечернего вот это такой вариант смоки оттенки конечно на любителя прямо скажем то есть это не для каждодневного макияжа вот и я думаю не всем они понравятся но мне почему-то вот нравится эти мои багровые веки мне глаза не кажутся воспаленными но уж вы решайте сами рассказала вам обо всех своих покупках декоративные уходовой косметики радует меня что разочарование у меня всего одно так что деньги я потратила не зря особенно я довольна конечно моим новым уходом от шанель люлифт я очень довольна консилером тональным кремом ну и принципе всем остальным спасибо что досмотрели этот ролик до конца если у вас есть какие-то из этих продуктов напишите пожалуйста свои ощущения свои впечатления подошли они вам не подошли и если это видео вам понравилось то пожалуйста поставьте пальцы вверх подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой инстаграм жмите на колокольчик чтобы новые видео не пропустить и до до следующих встреч пока